Буквально в паре десятков километров от Рязани в селе Поляны находится небольшая частная ферма Виктора Романцова. Сегодня на ней в чистоте и порядке содержится около 110 дойных коз, которые в общей сложности дают чуть больше 100 литров молока в день. Вот здесь каждое утро происходит их дойка, а вот в этом помещении излишки молока, которые не идут на продажу, превращаются в самые настоящие сыры, произведенные соблюдением всех технологических правил. На заводе такой сыр не сделать, как сделать руками. Главное дело в сыроделе – это любить свое дело, с открытой, доброй душой подходить, потому что молоко – это живое существо, и оно дает на добро, платит добром. Вкусом молока и прелестями этого сыра, пикантностью, все как… Потому что нужно это любить, понимаете? Если любить не будешь, значит, я даю свою энергию положительную, потому что я, когда делаю сыры, я перчатки надеваю, обмываю хозяйственным мылом, промываю, иду. То, что я даю энергию молоку, молоко дает энергию. Серьезно именно сырами Виктор Романцов занялся четыре года назад. В чем-то освоить сыроварение ему помогли мастер-классы, но опытные французы все же не стремились раскрывать на них все свои секреты. Так что до многого Виктор Федорович доходил сам, методом проб и ошибок. На сегодняшний день фермер из полян производит порядка 15 сортов сыра. Выдержанные, мягкие, с плесенью. Производство каждого сорта имеет свои особенности. Температурный режим, процедура заквасок там разная. Есть, допустим, если нагреваешь выше 37 градусов, нужны термофильные закваски, ниже мезофильные закваски. Если вам нужно получить сыр с плесенью, значит, необходим обязательно определенный микроб, там, феницерин, гратин, там еще и кандидум. Какой нужен сыр, допустим, я в последний раз делал, приблошен. Ну, отличный сыр, он, конечно, с препаративным запахом, но вкус необыкновенный. Это такое тоже. Мы делаем сыры под заказ балансе, камамбер, гратин, тоже запахом козьим, явно выраженным козьим запахом, потому что сам микроб вытаскивается до молока запах козы. Ну, людям, которые любят сыры, они самые очень вкусные, они вкусные сыры. А вот из этого молока получится сыр халуми. Как нам объяснил сыровар, в производстве сыра мелочей нет. Важна каждая деталь, даже то, каким образом мешается молоко. Смотрите, молоко я никогда не мешаю вот так. Молоко закручится, и сыр уже получается закрученный, уже вкус и теряется. Имеет значение температура, при которой сыр выдерживается. Обычно это порядка 12-13 градусов Цельсия. Но Виктор свои сыры выдерживает при 8 градусах. Ведь чем ниже температуры, тем медленнее он созревает, а значит, в нем будет больше вкуса. А еще фермер добавляет в свою продукцию орехи, прованские травы, оливки, перец, различные пряности. Сами понимаете, себестоимость подобного сыра достаточно высока, около 1000 рублей. Сегодня у Виктора закупают продукцию несколько торговых сетей, но окупается только затраченное на производство сыра молоко. Виктор Федорович говорит, что для него это скорее хобби. И тем не менее, ему хотелось бы расширить свою ферму и увеличить производство сыров. А это без поддержки со стороны государства, сами понимаете, практически невозможно.